Считанные дни остались до окончания учебного года. С наступлением каникул в Славянском районе стартует летняя оздоровительная кампания 2017. Для того, чтобы каждый ребенок смог полноценно отдохнуть и оздоровиться, специалистами всех структурных подразделений социальной сферы составлены планы и программы по организации летнего досуга детей. Чтобы скоординировать действия, отработать взаимодействие между ведомствами, был проведен районный методический семинар. Тему продолжат мои коллеги. Районный методический семинар об организации летней кампании в 2017 году прошел на базе пятой школы. В его работе приняли участие представители управления образования, культуры, медработники, сотрудники полиции, главы и специалисты городского и сельских поселений. Одним словом, все те, кто принимает непосредственное участие в организации летней кампании. Обеспечивает качество и безопасность детского отдыха. Директор школы номер пять Нина Катаева рассказала участникам семинара о деятельности образовательного учреждения. Провела экскурсию, ознакомила с материально-технической базой учреждения. В спортивном зале оборудована туристическая тропа, на которой школьники с удовольствием занимаются. Спортивные тренировки будут проводиться и летом. Далее участники семинара разошлись по секциям, где в форме круглого стола обсуждали цели и задачи организации и проведения летней кампании. В работе первой секции приняли участие главы сельских поселений. Об основных направлениях работы на предстоящих летних каникулах доложила заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус. Сейчас ведутся последние приготовления перед стартом летней кампании. Я еще раз хочу напомнить, что здравствуй, это 25 числа. Как было в прошлом году, те поселения у нас уже определены, это очень удобно, хорошо. И те ответственные, которые за этим были закреплены, там делали самостоятельно все управления, начальники управления лично этим занимались. Вот такие праздники будут выполнены и в этом году, конечно. Не придется скучать на летних каникулах. Любителям активного отдыха. Уже 25 мая во всех поселениях нашего района откроются 32 спортивные площадки. Кроме того, ребят ждут различные соревнования. Туристические слеты, выезды на море, многодневные походы, экскурсии по краю. Первое у нас самое большое мероприятие 1 июля. Как мы знаем, все обычно постартует все губанские турниры по средствам на клубах губернатора. И дальше у нас пошел футбол. Это основная работа площадок в летних периодах. Ну и плюс там, оно длится на стати, по-моему, до конца июля. Все эти этапы. Первый этап – это поселения, второй этап – районные, потом этап – зональные, краевые, краевые. На нашей территории будет проходить финальное соревнование по футболу. После футбола идет футбол. Ну и организация, естественно, работы спортивных площадок. Основные задачи, которые стоят при организации летней оздоровительной кампании – создать все условия для безопасного, доступного и массового отдыха детей. Особое беспокойство в последнее время вызывает рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Уже с начала года зафиксировано две аварии, в которых пострадали дети. В связи с этим сотрудники ГИБДД усилили профилактическую работу. И на протяжении всех летних месяцев будут проводить различные операции. Ребенок – главный пассажир, дорога безопасности. Осторожно, дети! Заместитель начальника отдела ГИБДД МВД России по Славинскому району Евгений Ураско призвал собравшихся в очередной раз напомнить родителям об их ответственности за жизнь детей. На семинаре также говорили об организации трудоустройства несовершеннолетних, о профилактике несчастных случаев, о безопасности на водных объектах. Подводя итог совещания, Ольга Леус подчеркнула, что задача всех задействованных структур – провести летнюю оздоровительную кампанию 2017 года на высоком организационном уровне, чтобы все славянские школьники могли летом не только отдохнуть и интересно провести каникулы, но и оздоровиться.